Здравствуйте, Александр Герасименко. Пока я не отвечал на вопросы на моих видео, скопилось огромное количество вопросов на askalix.ru. Я просматривал их, ища ту тему, которую я был готов подсветить сегодня. И мне сначала попался вопрос Александру, в чем секрет построения отношений. Я пропустил его, потому что секретов нет, в нем совершенно понятно. Потом я к нему вернулся и подумал, видимо, секреты есть. Секреты появляются всегда тогда, когда секретами засыпается истина, и истины больше не видно. Сегодня люди находятся в постоянном поиске каких-то тонкостей, и получилось так, что из-за тонкостей мы не видим толстостей. Мы уделяем внимание 1%, 0,5%, потому что не имеет большого эффекта на наши результаты. И забываем про базовые вещи. Сегодня я хочу рассказать вам про те истины, настоящие построения отношений, которые действительно работают, после которых тонкостей уже просто больше искать не надо. Итак, давайте сейчас посмотрим, что нам говорят вокруг, как правильно строить отношения, те секреты, которые существуют уже повсюду. Секрет первый – это поступай с людьми так, как ты хочешь, чтобы они с тобой поступали. Это истина, она религиозная и говорится во многих религиях. Она точная, но ее цель – обеспечить безопасность людей в обществе. Если ты поступаешь с людьми хорошо, то они будут в ответ. Есть такой принцип, называется reciprocity по-английски, принцип возвратности, принцип зеркала, что ли. Как ты поступаешь к людям, такие же чувства у них активируются, и также они поступают в ответ с тобой. Давайте возьмем этот же принцип, который работал всегда в средневековье и работает в обществе для безопасности, и принесем его в бизнес. Что будет? Если у меня есть работник, который, откровенно говоря, бездельник, он генерирует плохие идеи, он мало работает и, по сути дела, даже не выполняет свои обещания. Мне поступать с ним так, как я хочу, чтобы он со мной поступал. То есть я работаю, я выполняю мою часть нагрузки, я работаю в разы больше, чем он. Мне хочется, и я считаю, что я заслуживаю к себе хорошего обращения, которого он не заслуживает, мне так же поступать с ним. Такой принцип не работает в бизнесе. Он действительно просто обеспечивает безопасность общества. Другой принцип – будьте с людьми вежливы и улыбайтесь. Это действительно работает, и вежливость – это основа отношений. Вместе с вежливостью ты можешь отдать обратную связь, которая будет неприятна. С вежливостью ты можешь действительно построить очень правильную работу и команду, где это очень важно. Но вежливость в том плане, как нам это преподносится, она все-таки создается для того, чтобы люди работали в первой лиге общения, понравиться другим людям. Никогда не будьте в первой лиге общения. Все пытаются кругом понравиться. Вы приходите в магазин, там будет ассистент, он принесет вам рубашечку, он будет вас обслуживать, и он будет вам понравиться, чтобы вам что-то продать. Сегодня все пытаются понравиться. Здесь все, большая часть людей – 99%. Будьте в одном проценте. Если это, кстати, будет тем советом, который вынесете сегодня из этого видео, единственным советом, который вы возьмете себе, это, возможно, будет самая ценная вещь. Никогда не пытайтесь конкурировать, стараться или вообще участвовать. В лиге понравится. Уходите в высшую лигу. Только здесь находится 1% людей. Они находятся в лиге вызывать доверие. Давайте мы пойдем действительно к истинам и разберем, на чем такие строятся отношения. В чем такие секрет построения отношений? Так вот, секрет располагается на шкале, шкала условных отношений. Здесь отношения будут совершенно безусловные. Это любовь матери к ребенку. Она будет любить своего ребенка, что бы ни происходило. Ларри Кинг, выдающийся американский ведущий, в своей книге писал. Книга называется My Remarkable Johnny. Мой замечательный путь через жизнь. Он написал, что если бы я взорвал бы банк, и меня поймали бы с мешком денег, сзади была бы дыра в стене, и я выходил бы с этими деньгами, моя мама бы сказала, что-то здесь не так, ребята, вы не разобрались. Мой Ларри очень хороший. Вот это и есть идеальные отношения, к которым стоит стремиться всегда. Они безусловные. Это любовь матери к ребенку. Подобные же безусловные отношения это любовь собаки к своему хозяину. Подобные же отношения воспитываются у военных для любви к родине. Вне зависимости от того, какая не была бы Родина, что бы там ни делало правительство, военный должен воспитать в себе любовь к родине такой, какая она есть. По эту сторону линейки отношений находятся очень условные отношения. И большинство всех наших отношений с незнакомцами, с партнерами, с кем бы то ни было, попадают именно по эту сторону. Это очень условные отношения. В условных отношениях происходит обмен пользы. И именно на этом держатся все отношения, все отношения, самые крепкие, самые прочные отношения в этом мире, так построен мир вообще в целом. Это обмен пользы. Вы можете это отрицать, говорить, что как же это плохо, мне делают что-то взамен за что-то. Так устроен мир. Мы можем от мира отрицать, отказываться, заводить себе собачку, уезжать на остров и там с ней жить, либо жить в этом мире, принимая его правила, потому что они были не нами придуманы, а мы должны просто их принимать. Итак, условные отношения. В условных отношениях представим себе, девушка знакомится с парнем, она красивая, она умная, он ленивый, он алкоголик, он ее сбивает. Другой случай. Эта же девушка рождает себе ребенка. Мы сейчас не вернемся. Рождает ребенка. Ребенок рождается с особенностями и недостатками. И она этого ребенка отдает, она отказывается от него. Как поведет себя общество в обоих этих случаях? В случае с мужем, который бьет свою жену, все скажут ей, чего ты с ним живешь? Брось его, зачем он тебе нужен? Общество понимает условность отношений и подталкивает человека принимать эти условности. В этом же случае, какая бы там девушка ни была, если же она откажется от своего ребенка, общество отвергает ее. Все будут ее осуждать, потому что в нас заложены отношения. Либо они будут безусловные, либо они будут очень условные. Теперь давайте посмотрим, как же нам научиться строить эти условные отношения, потому что в этом и заключается секрет их построения. Необходимо нести пользу. Весь мир перепитается тканью. Тканью, по которой происходит миграция четырех видов пользы. Польза первого типа информационная. Есть люди, которые знают больше нас. Есть люди, которые обладают информацией. Информация в этом современном запутанном мире, сложном, очень ценна. Благодаря информации жизнь упрощается в разы. Благодаря информации вы можете больше денег заработать, вы можете сделать те вещи, которые вы всегда хотели сделать. Информация сегодня очень при очень ценна. И есть люди, которые информацией обладают. Именно поэтому они сплочают большое количество других людей вокруг себя, потому что они так ценны. Следующий вариант пользы — это польза эмоциональная. Эмоциональная — это просто поднять человеку настроение. Здесь, кстати, есть очень хорошее правило — используйте его. Правило гласит, всегда оставляй человека в лучшем эмоциональном состоянии, чем ты взял его до общения с тобой. Это правило работает, потому что хорошее настроение, позитивные эмоции вырабатывают в сознании человека нейротрансмиттеры. И его сознание меняется буквально за секунду, как только у него улучшилось настроение. Посмотрите, видно, как люди ценят свои эмоциональные состояния по количеству просмотров видео на Ютубе. Есть песня, называется «Деспасито». «Деспасито» до одного времени была самая популярная песня, самая популярная видеоролик. Он набрал 6 либо 7 тогда было миллиардов просмотров. И что это? Очень умный ролик, там какие-то умные красивые вещи говорятся? Ни в коем случае. Они даже не пытаются участвовать в жанре информационном. Они работают в жанре эмоциональном. Там красивые бразильские девушки, там хорошие эмоциональные ребята, там показывается океан. Это все, что нужно человеку, чтобы его эмоции дали ему положительный заряд. Эмоции отличает от информации одна интересная вещь. Если информацию, когда ты получаешь, ты потом можешь ее реализовать, и твоя жизнь потом улучшится, то эмоции делают твою жизнь сразу, сейчас лучше. И мы не можем отрицать эту эмоциональную пользу. Многие люди не понимают платформы ТикТок и ругают, что ТикТок развращает общество. ТикТок нас отсылает к каким-то очень простым мыслям. ТикТок поднимает людям настроение, а значит, он несет им пользу. Люди бы без пользы не были бы прикованы так к своему экрану. ТикТок несет пользу. И если человек уже просто злоупотребляет этой пользой, тогда уже это неумение управлять своим временем и управлять собой. Пойдем дальше. В этой шкале на уровне условности первая польза была информационная, вторая была эмоциональная, третья польза материальная. Деньги всегда меняют руки. Когда люди платят кому-то деньги, нанимают работника, работник выполняет им работу в ответ. Это и есть материальная польза. На ней построено много чего. И многие люди не понимают материальной пользы, думая, что обмен всегда должен происходить в формате одной пользы. Скажем так, молодая девушка выходит замуж за пожилого, богатого мужчину. Она дает ему эмоциональную пользу, он рад, он себя чувствует молодым. И реально он живет жизнью лучшего качества, когда он находится с ней, чем он один. Она же от него получает материальную пользу. С этого момента ее дети будут обеспечены. Они получат отличное образование. Она сама будет безбедна до конца своих дней. Люди осуждают такие отношения, потому что думают, что отношения должны происходить только в одном жанре пользы, только в эмоциональном. Польза меняется по-разному. За информационную пользу часто идет материальная, за эмоциональную тоже материальная. И здесь я не пытаюсь навязать вам свою точку зрения. Это даже не моя точка зрения, это жизнь такова. И мы или принимаем ее как таковую, либо не принимаем. И четвертый вариант несения пользы – это социальная польза. Социальная польза – это если вы знаете кого-то, кто обладает информацией. Если у вас есть инвестор, который инвестирует деньги в бизнес вашего друга. Если вы знаете кого-то, кто поднимет настроение вашему другу, вы сводите их вместе. И вы несете очень высокую социальную пользу. И я резюмирую здесь. Если у вас есть все-таки мысль правильно строить отношения, всегда полагайте, что ваши отношения со всем окружающим миром очень-очень условны. Это нехорошо, это неплохо. Так устроен мир. И для того, чтобы правильно строить очень сильные отношения, несите максимальную пользу в четырех главных жанрах – информационное, эмоциональное, материальное и социальное. Сплочайте людей друг к другу. С вами был я, Александр Горасименко. До встречи.